В субботу в КСК «Металист» учащиеся детской хоровой школы продемонстрируют то, чему научились за минувший год под руководством опытных педагогов. Подробности у Игоря Дадашева. В нашем городе имеется лишь несколько учебных заведений, где долго и кропотливо выращивают новую смену вокалистов для богаданской опереты и филармонии. Педагоги музыкальной и хоровой школ, колледжа искусств пользуются заслуженной славой опытных мастеров своего дела, что подтвердилось на недавнем московском фестивале «Серебряный голос», где творчество двух магаданских участниц Анастасии Павленко и Марины Богуш, а также мастерство и их преподаватели получили довольно высокую оценку. Детям в Магадане, в отдаленных районах, в таком городе, как Магадан, очень повезло, что есть такие преподаватели, которые привезли учащихся вот такого уровня высокого. Трезвый взгляд на собственный уровень, опыт полученный в столице, лишь укрепили юных дебютанток в решимости продолжать вокальное обучение. Тем более, что одной из девушек повезло быть избранной для участия в мастер-классе. Начали работать на произведения «Марь и Снегурочки». Вот, я его от начала до конца спела, и потом мы начали останавливаться и справлять ошибки. В настоящее время, по общему мнению педагогов-вокалистов, в Магадане среди подрастающей смены наиболее сильна именно эта троица участниц московского фестиваля «Серебряный голос». Но впервые попав на столь престижный конкурс, наши девочки осознали, насколько тяжелая и трудна профессия, выбранная ими. Таких, как мы, там просто миллионы. Если здесь, да, в Магадане есть какой-то вес имеем, и то небольшой, ну там вообще просто, там очень много голосов хороших. Помимо успешного участия в различных конкурсах и фестивалях, юные вокалистки не без успеха пробуют себя и на профессиональной сцене. Во всяком случае, одна из них уже работает в хоре «Магаданской опереты». Если бы два года меня спросили, будешь ли ты там работать в театре, я бы даже и не подумала, взяли бы меня. Но это благодаря Светлане Васильевне она меня привела, и ее заслуга большая. Подготовка вокалиста академической школы невероятно сложна и требует многолетней выучки, включающей в себя детскую музыкальную школу, училище и консерваторию. В целом, не менее 16-17 лет необходимо потратить на учебу, чтобы вырастить профессионально подготовленного певца. Поступают на вокальное отделение практически все, кто имеет желание и часто имеет деньги. Вот это скороспелая скороспелость в обучении, потому что вокалу на самом деле, настоящему классическому вокалу, нужно учиться с пеленок, для того, чтобы голосовой аппарат был пригодным долгие годы. В противном случае, как утверждают специалисты, человек может навсегда лишиться голоса и стать инвалидом. Отчетный концерт, который пройдет в субботу в Большом зале ДК «Металист», не только выявит, насколько подготовлены наши юные дарования в техническом и эмоциональном планах, но, к сожалению, покажет, насколько бедна и безыскусна материальная база той же хоровой школы, у которой нет собственного зала. А сценическая площадка в самом ДК настолько изношен и требует капитального ремонта, что просто больно смотреть на нее из портера. Несомненно, что педагоги ДХШ делают все возможное и невозможное для воспитания своих учеников истинными музыкантами. Однако финансовая сторона образовательного процесса оставляет желать лучшего. Самое главное – это осознать, что ребенок, растущий без благотворного влияния искусства, музыки, живописи, танца, оказывается весьма обделен в будущем. По-настоящему гармоничной личностью вырастает лишь тот, кто сочетает в себе развитый интеллект, чувство прекрасного, физическое здоровье и навыки музыканта или артиста. Неважно, станут ли они в будущем профессионалами или же выберут другую эстезюм. Экономить на развитии и обучении наших детей – значит заведомо объединять новые поколения, не давать им шанса вырасти полноценными гражданами великой страны. Игорь Дадашу, Павел Степанов, Эхо дня. И на этом все. Вы смотрели информационную программу Эхо дня. В студии для вас работал Антон Шаллер. Всего доброго. Европа Плюс Магадан. 88,5 ФМ. Рекламная служба. 210,210. Европа. Европа Плюс. Интерактивное телевидение TVI представляет. Более 50 телеканалов в цифровом качестве. Фильмы на любой вкус. Тестируй бесплатно. Получай бонусы каждый месяц. Интерактивное телевидение TVI. Стоит попробовать. Подробности акции по телефону и на сайте.